шерсти опытные женщины они пряли такую тоненькую равномерную нить без перепадов каких-то самый пик, самый верх профессионализма это когда ровная ровная линия буддисты они хотят вот так вот ровно ровно я не буддист в целом не сильно религиозен как-то так сложилось но у меня есть некое представление о том, что говорят другие религии то есть у меня какие-то вещи я нахожу подтверждение в своей жизни это не приводит меня в какую-то одну конфессию но подтверждение каким-то моментам которые передавались из века в века из поколения в поколение подтверждение на энергетическом уровне на каком-то жизненном опыте это вот бывает и в принципе наверное можно и это тоже вариант как буддисты выстроить с другой стороны в идеале вот такую тонкую ровную нить все равно ни у кого не получается и мы знаем и что случается с монахами которые там сейчас долго сдерживают находится в ретрите сейчас вот начинается время буддисты на три месяца уходят в ретрит вот и я тоже своеобразный свой ретрит взял тоже вот у меня расписание есть такое вот не совсем как у буддистов то есть я полностью конечно от мира не отойду но вот тоже свои обязательства по отношению к себе к своему развитию к окружающему пространству вот я на эти три месяца беру то есть это такой марафон до этого у меня там был где-то наверное двухнедельный спринт где я вот попробовал немножко вот этот формат марафона это там два, три, четыре занятия для себя в день то есть вот был у меня такой период когда мне нужно было переходить с уровня на уровень вот это был связан с разными этапами с становлением меня как преподавателя это был один интенсив потом с переездами с разными с переходом с запуском онлайна когда сюда переехал то есть в 2013-2014 году тоже совпало так что я вот такой вот ретрит для себя брал и также занимался более плотно ну то есть не то что прям ну да была основа занятия то есть это была вот регулярная четкая плотная практика вот потом переходы вот эти вот запуски более массовые онлайн это там 18-е, 17-е, 16-е годы тоже вот эти вот массовые все вещи они были результатом накопленной энергии вот в личной практике вот в личном таком ретрите кто там участвовал в марафонах последние вот которые из те годы из массовых был я помню тогда стоил подписчик 10 рублей мы на рекламу потратили 100 тысяч рублей у нас 10 тысяч участников было в марафоне вот такие штуки были во что сейчас это вылится посмотрим это делается не для того чтобы во что-то вылилось это просто вот ощущение некого этапа когда нужно переходить и вот интенсив сегодня как раз именно ну не всем нужно там делать переходы такие как у меня потому что переход из ученика в преподавателя это прямо сильная смена парадигмы жизни вообще да то есть ты то ходишь-ходишь что-то накапливаешь, собираешь, собираешь а тут тебе нужно просто абсолютно противоположную работу делать вот и знаете вот у меня сейчас метафора такая что вот мы некую такую имеем вот как в матрице вот эти вот ванны и у нас есть подключка какая-то общая такая которая нас питает и от нас вот как например от меня как от учителя идет много-много-много таких проводков, канальчиков, таких трубок вот они к каждому ученику идут вот туда вот и кто вот ко мне подключается, со мной занимается получается из общего такого канала через меня получает дополнительную энергию вот сейчас такое благостное время я как раз